Ну и все-таки вопросов по-прежнему много. Ответы на некоторые получим у ректора университета 2035 Нины Яныкиной. Она присоединяется к нашему разговору по видеосвязи из Москвы. Нина Олеговна, добрый вечер. Понятно, что искусственному интеллекту легко будет проверять задачи по математике. А вот как быть с гуманитарными предметами? Действительно, кажется, что очевидно применение искусственного интеллекта для достаточно определенных, точно фиксируемых и формулируемых задач. Но в сфере гуманитарной применение технологии искусственного интеллекта и машинного обучения, может быть, не так очевидно. Однако даже сейчас мы видим инициативы и проекты, которые искусственный интеллект в гуманитарной сфере достаточно активно применяет. Примером такого проекта, например, является технологический конкурс прочтения, который, собственно, нацелен на создание технологии искусственного интеллекта, которые работают с текстами, со смыслами, с выявлением логических, смысловых и прочих ошибок в текстах. С другой стороны, можно даже на эту тему посмотреть чуть более широко и подумать о том, как вообще может использоваться искусственный интеллект в образовании. И сейчас мы видим, что уже сегодня технологии искусственного интеллекта используются разными субъектами образовательной системы, в частности, университетом национальной технологической инициативы 2035, например, для диагностики обучающихся, для построения их собственных персональных индивидуальных траекторий, для наиболее точных рекомендаций на предмет того, что нужно изучить и какой материал нужно освоить, и самое главное, в каком формате. Видео, тексты, аудио, практическая работа. Для того, чтобы усвоить материал наиболее эффективно и дальше применять его в своей профессиональной деятельности. Поэтому кажется, что технологии искусственного интеллекта могут применяться не только в точных науках, но и в науках гуманитарных. Учителя уже сейчас начинают переживать, а не заменят ли живых людей интеллектуальные помощники? Смогут ли пожилые педагоги использовать все эти умные технологии? Не будет им тяжело очень? Действительно, возраст школьного педагога, в частности в Российской Федерации, сейчас превышает 45, а в некоторых регионах и 50 лет. Но кажется, что проблема несколько не то чтобы надуманная, но имеет свое решение. Ведь если мы говорим про интеллектуальных помощников, то мы говорим не только об интеллектуальных помощниках для ученика, но и об интеллектуальных помощниках для второй стороны образовательного процесса, для учителя, которые помогут ему сориентироваться в большом объеме знаний, которые ежедневно и ежечасно возникают в мире, помочь своему ученику в этом огромном объеме знаний сориентироваться. Так что сами технологии искусственного интеллекта, которые применяются в рекомендательных системах и в создании этих самых интеллектуальных помощников, это помощь не только ученику, но и учителю, Ну а в целом, в широком смысле, всей системе образования. Ну что ж, спасибо. Об умном помощнике учителя говорили с ректором университета 2035 Ниной Яныкиной.